Добрый вечер! Среднего варианта. Женщина бывает либо дура, либо умная. Первая жена не смогла забеременеть от Дмитрия, а вторая использовала его исключительно с целью деторождения. Дмитрий признается, что низкорослых барышень он просто не видит в упор, а также обходит стороной гламурных особ. Женщины нравятся разные. И никогда не знаешь, за что ты ее полюбишь, или за что ты ее ценишь, или какой элемент. Как у Кушкина в пяточку ты влюбишься. Это непосказуемо. Своей будущей супругой видит высокую, умную, самостоятельную обладательницу приятных форм, которая добровольно признает его лидерство в отношениях. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, здравствуйте. Очень вам рады. Здравствуйте. Садитесь, присаживайтесь. Это мои... Я уже знаю, как кого зовут. Это Илья и Алена, это московская семья. Мы вместе 50 лет. Все из детского садика. Да не волнуйтесь, милый. Да садитесь. Очень волнуйтесь, очень волнуйтесь. Пожалуйста. А чуть тебе, прямо как к памятнику. Я положил вам одно... То есть типа мы потом... Я просто по дороге с аэропорта первое, что схватил, я прямо с самолета. Ой, ну знаете, первое, что схватил. Хороший схватил. С Розой. Не надо, не надо. На тебе два. Зачем мне два? Ну ты же говоришь памятник. Дура. Ну на. Нельзя. Че нельзя? Ай, уколол. Вот видишь как. Мне кажется, интеллигенты очень. Очень нравятся. И мне нравятся все костюмы. Мне кажется, это свое. Стройненькие. Да, да. Я люблю таких. Ну смотрите, вы живете себе с женщиной, которую любите, но почему-то ей ставите условия, а в ЗАГС ее не ведете. Типа забеременеешь, родишь, вот тогда и поженимся. Нет, нет, это слишком уж брутально, вы так говорите. Слишком абсолютно... О-хо-хо-хо-хо. Это я вам так замысловато сейчас сказала, но ведь условие было... Это не было прямо жестким условием. Я просто видел, что она мучается, что у нее не получается. В 20 лет она мучается? В 22, 23, 24, 25. Она продолжает мучиться. Мы идем в институт планирования семьи, сдаем анализы, она молчит. А они сказали, Дмитрий, я вам как старый гинеколог говорю, распишитесь с ней. Она расслабится и прямо в этот же день она понесет. Вот никто не подсказал. А мне нравится, что он такой живой, с ним будет весело. По крайней мере, всегда можно что-то обсудить, поговорить. Такая была очень ситуация. Я понимал, что мне будет 60, а молодая, высокая, красивая, умная девка в 45 будет такой ягодкой. Конечно. С ее данными. Что не мешало вам, кстати, наслаждаться ее телом и молодостью вне брака и не думать об этом. Конечно, здесь это чисто моя вина. А в долгую вы как бы так уже у вас начинали сжиматься от страха. Нет, я, конечно, надеялся, что мы будем жить долго. И вот вы смотрите, вы ее оставляете и уезжаете куда-то далеко, чтобы ваши отношения рассосались. Да? Я приговаривал ее с первого дня знакомств. Моя задача сделать из тебя настоящую леди и выдать удачно замуж. Причем я это повторял. И часто, может быть, это было... Какое извращение? Какое извращение, живя с женщиной, подготавливать ее для другого мужчины? Дим. А потому что друзья у него были хорошие, надоумили. Друзья надоумили? Говорит, бери молодую, сам слепишь, что надо. Просто я... Или вы сам додумался с вашими... Меня так обожгли. ...айкью, шести дипломами, 500 стихотворениями и 300 книгами. Да, я сейчас про любовь закончу. Ну? Ну вот в моем понимании, я сейчас вам объясню. В моем понимании я ее любил настолько, что мне было ее просто жалко. Это знаешь, какая категория людей, которые очень много требуют, очень много хотят, но... И ничего, не готовы отдаваться. Я сейчас говорю, не про какие они материальные составляющие. Я понимаю, себя, чуть-чуть, чуть себя. Вы смотрите, Дим, значит, она вышла потом замуж и родила ребенка. То есть у нее всегда хорошо. Не сразу вышла и не сразу родила. Ну, понятно, не сразу. Но в результате вышла и родила. Значит, все-таки проблема была не в ней. Нет, в ней она долговечилась. То есть как, чтобы она в 34 лет стала рожать? А вторая женщина у вас уже была близка к вам по возрасту, да, или тоже молодая? Близка по возрасту. И она вам родила ребеночка? Она себе родила, не мне. Да ладно вам. Когда она пришла из роддома, она мне сразу поставила перед фактом. То есть ты мне больше не нужен. Почему? Потому что задачи выйти замуж не было. То есть это я настаивал, я просил, я говорю, давай все-таки распишемся. То есть бумеранг вернулся, да? Она сказала, мне достаточно того, что ты признал ребенка, что ты записал на свое имя. Бумеранг вернулся, то есть то, что первое... Конечно, конечно, это бумеранг, это бумеранг, я не спорю. Но он очень открытый, это большой плюс, он открыт для отношений, он для меня это очень важно, не закрытый. Не стали доказывать? Я стал, я стал, а что доказывать? Как доказывать? Что я лучший, я единственный, дорогая. Она знает, она знает, что я здесь на передаче, она говорит, это твое спасение. Дмитрий, смотрите, когда женщина рожает ребенка, даже если она ребенка, как вам кажется, рожает для себя, все равно, естественно, для нее быть замужем и хотеть быть при мужчине. Если мужчина прекрасен, то никакая дурочка не уйдет от мужчины и не будет противостоять себя ему. Зачем? Ну для чего себя отмораживать уши-то? Если она дура. Не думаю. Ну а что, отмораживает у нас? Там все очень жестко, Лариса, на самом деле вы знаете эту фразу, предела человеческой мерзливости не существует. Ну тогда расскажите, что она намерзила вам? Ну зачем я буду сейчас... А как же у нас такая программа, иначе мы о вас... А как мой ребенок? А как мой ребенок? Ну мы же не называем фамилии, адреса. А может быть ей просто ребеночка хотелось? Да, она не сказала. Мужика нормального, здорового. Ну а если ребеночка родила, и мужик нормальный, прекрасный, здоровый, зачем же его выживать из своей жизни? Может быть вы жальничали, денег не давали. Как это быть производитель? Одним IQ тоже ссыть не будешь. Может быть вы умничали, подарков не делали, не кормили. Лариса, хорошо, хорошо. Если вы хотите в деталях вот это все все-таки понять. Вы реально хотите понять. Вот смотрите, она живет, занимается своей работой. У нее есть дочь-подросток, которая живет с ее мамой и ее мужем. Она ребенком не занимается, абсолютно. Она занимается только своей работой. Она считает себя безусловно. Вы ее взяли с ребенком уже. Ну ребенок был уже подросток-взрослый, 15 лет, что какой-то ребенок. Он не перестал быть ее ребенком. Да, и когда появляюсь я, в их семье появляется мужчина, которого там не было. То есть там есть мама, есть родственная дочь. Ну я не дебилка, абсолютно. Вы дослушайте, вы дослушайте. И, естественно, дочь, которая жила с мамой, с одной только мамой, тут появляется сначала я, потом у нее появляется брат, ребенок, к которому она за три года два раза подошла. То есть у нее жизнь ломается, и она начинает нервничать. Есть такая категория людей влюбчивых. Они вот влюбляются и все, и им все равно вообще, что происходит, а потом прозревают. Она могла ночью зайти в комнату вечером, когда можно спать. Ну, он падает, вот ревность поэта. Она сознательно стала вести себя так, как бы давая понять матери. Зачем? Либо он, либо я. Ребенок есть, зачем он тебе нужен. Вы же не рассказываете. Ребенок же уже есть, зачем он тебе нужен. Ну вы же не рассказываете об этом. Мать тоже самая... Да подождите, я закончу, все, ну дайте мне рассказать самый конец. И жена уже потом сидела, просто ревела. Она видела, что они меня изводят. Мать и дочь изводят меня натуральным образом просто. Она приходила ко мне и ревела, и говорила. Дима, я у нее спрашиваю, они нам не дадут жить? Она говорит, нет, не дадут. Все понятно, Дмитрий. Я говорит, не могу. А почему сначала сидеть? Я мне уже теперь понятно. А сначала вы сидите, мне уйдетесь и жметесь, ничего не рассказывая, понимаете? Я должна делать какие-то выводы. А сейчас, да ладно вам, набросилась. Вот сейчас понятно, да, подросток может разрушить жизнь у супругов. Даже не то, что приемная дочь и падчерица. Родной ребенок может довести. Когда начались все проблемы, она сказала, запомни, Дима, плохой ребенок для меня все равно будет важнее хорошего мужа. Понимаете? И я это знал, и она это часто повторяла. Правильно сказала. Тогда нам без детей надо, да? Потому что нормальные, как вы сами говорите, женщины. Дети бывают разно воспитания. Послушайте, нет, в пубертате это кошмар. Я просто захожу в свою комнату, закрываюсь, как курдянка, волосы себе деру, потому что у меня девочки исполнились 16 лет. А я не могу рукоприклассовым заниматься, понимаете? И не могу орать. И я... Что мне остается делать? Невыносимый возраст. Невыносимый. Возраст детского идиотизма. И я... Ну просто, понимаете? Нужно быть, ну, знаешь, сто умовы, чтобы сказать, да, надо переждать, как болезнь. Вы не переждали. Пять лет я ждал. Все, подросток вам разрушился. Я не понимаю вообще слово рукоприклассов. Это что вообще? Со всеми можно договориться. Вообще, от трех лет, когда человек только начал говорить, с ним можно договориться. С животным можно договориться. Правда. Пять лет. Я видел, как она... Илья, скажите мне, пожалуйста, вы сколько лет вместе? С нескольцами. Мы знакомились 47 лет, как тому назад. Я про... Я про вас соленый спрашиваю. С соленой? Серебряная свадьба у нас нынче. Сколько детей? Двое. Какие вы молодцы. Ребят, потрясающе. Вот я, например, считаю, что когда свадья приходят, у них должна быть устроена жизнь. Потому что только человек, устроенный в жизни, проживший, с опытом, может пожелать что-то своему другу, который одинокий. Поэтому я вас слушаю очень внимательно. Что бы вы пожелали Дмитрию? Может быть, на что-то стоит внимание обращать, на что-то нет. Может быть, стоит укоротить свой характер. Слушаем вас. Вообще, мое видение такое, что Диме бы такую домовитую, хорошую женщину, не с большой разницей в возрасте. И очень... Ну, это понятно, это банальность такая, чтобы она его понимала и чувствовала. Потому что Дима экстраверт. У него вот он всегда фонтанирует, у него много идей интересных. А если женщина уже будет с детьми, что, естественно, для такого возраста? Да мне кажется, Дима такой открытый человек, он готов со всеми найти общий язык. Илья, а вы как мужчина, вы потрясающий парой. Вот что значит, вы правильно друг друга нашли. Вы так похожи, ребят. Дай вам Бог еще столько же прожить. Вы потрясающие. Я абсолютно согласен с Аленой. Молодец какой. Он будет советовать уже, мы будем советовать. Я в третьем разводе, я узнал вчера, нам есть о чем сегодня пообщаться вечером. Да, друзья у него хорошие, это очевидно. Семья, видно, что счастливая, могут ему подсказать. В принципе-то ведь я хороший мужик. Я дома умею абсолютно все. От починки люстры, крана, унитаза, там, не знаю, там, розетки, я умею все. Я готовлю сам. Я знаю, что готовить это тяжело. Я готовлю сам любую пищу. Браво. Я лучший папа в мире 14-го года. У меня был сюжет на телевидении. То есть я три года не спускал ребенка от себя. Мать только отдавала титю, все, больше ничего. То есть я все брал на себя. То есть как бы... А когда же вы работали-то, у вас из, ну как говорится, как у купца, все хорошо, и квартиры, и все остальное. Роза, вот, кстати говоря, про то, что Алена сказала щедрое. Я когда... Я за то, что женщины со мной живут, за то, что они дарят мне свою красоту и любовь, рожают детей, я отдавал все. То есть то, что я сейчас имею, это там маленький-маленький процент. Айо, да с таким-то интеллектом, айкью, да конечно же, с такими знаниями, понятно, странно было бы не зарабатывать. Важна забота. Забота важна, и любовь, и любовь. Мы про вас поняли, что вы рукастый, головастый, все можете, все уметь. Вы это все оцените, понимаете, ведь женщины жалуются, мужики идти отошли, они лежат на диване. Поняла, поняла, тоже молодец, правильно должна быть женщина, которая с широко открытыми глазами будет признавать и говорить, мой прекрасный, мой самый лучший, самый талантливый, самый красивый, самый рукастый и языкастый. Вы тяжелый жених, я вам хочу, при вашем айкью, при том, что у вас все это есть, вот с таким холерическим складом характера женщине, очень тяжелый. А вы чистый холерик. А таблеточки ему подавать, ну что бы так это, вот таким спокойным было. Вот, поэтому... Полечить его. Поэтому... А он сангвиник, он не холерик, он сангвиник. А мне кажется, чистой воды холерик. Это воздушные люди, они все сангвиники. У него Меркурий, Солнце, Венера, Водолеи, Марс в Весах, и надо сказать, что, конечно, этот человек очень подвижный, но гармоничный. Женщина выбирает непростых. Ну да, ему не совсем будет интересно все время только борщи и, знаешь, домашний уют. Ему захочется все-таки каких-то интеллектуальных бесед, однозначно. Сейчас период, когда вы можете встретить человека, которого будете любить. Он будет продолжаться, но судьба вам сделает такие подарки в ближайшие 8-9 месяцев. Понимаете? И поэтому вы можете кого-то полюбить. Могут даже дети появиться. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи! Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я буду рада очень с вами познакомиться. Здравствуйте, Татьяна. Я тоже. Угу. Не волнуйтесь. Угу. Татьяна. 42 года. Главный бухгалтер в организации, занимающейся торговлей бананами. Мечтает купить машину. Признается, что очень зависима от мнения окружающих. Предупреждает, что у нее бурный итальянский темперамент. Татьяна ушла от бывшего супруга, потому что переросла его интеллектуально. Надеется, что с Дмитрием ей будет интересно. Привет, девчонки-блондинки. Красавица. Наряд сумасшедший. В общем, круто-круто-круто. Приди я на работу в таком виде, да, и как-то это будет, ну, сонанс как бы. Она главный бухгалтер. Но мне кажется, она просто старалась для него. Может быть, вся такая нежная, милая. Татьяна, до того, как вы встретились со своим супругом, он был вам ровней? Да, мы вместе учили в школе. Он за мной очень долго ухаживал. Он был очень хороший парень, и он такими и является. И мы с ним, ну, очень дружили хорошо, и как бы... И рано вышли замуж, по большой любви. Да, очень. Как брат вам, вы его знали всю жизнь, можно сказать, вместе? Да. А потом что? Ребенок родился. Да, он был такой замечательный. У меня муж, отец очень мне помогал, и с ребенком, и все. Делал мне сюрпризы, подарки. Ну, и что же произошло, когда вы стали постарше? Ну, постарше я как бы закончила университет, и как бы хотела, чтобы он тоже закончил университет. А он в это время учился? Нет, не учился. А что он делал? Работал. Работал, чтобы вам дать возможность учиться, правильно? И сидел с ребенком, наверное, помогал. Свекровь. У меня замечательная свекровь. Вот видите, какая семья у них прекрасная. Очень. Вам давали, дали возможность закончить университет, и родив ребенка, вы его не бросили на посторонних нянек, да? Нет. Я хотела, чтобы он в 40 лет не работал на стройке, не зарабатывал себе грыжу, а сидел в теплом кабинете. Когда один человек развивается, а второй нет, это приводит к рукоприкладству и большому разрыву в интеллекте. Родители нам купили квартиру, и начался у нас ремонт, как обычно. Мы с мужем вдвоем, своими силами делали этот ремонт. Ну, муж молодой, конечно, ему этот ремонт, ну, вы сами понимаете, ну, как-то... И он стал то на рыбалку ездить, то с друзьями пропадать, ну, как-то... А мы с мамой. И мама у меня там каждый день, Таня, кап, почему ты позволяешь, что твой муж как бы пропадает дома, он не ночует, тебе об этом не говорит? Ну, я говорю, мама, не лезь, пожалуйста, не портите наши отношения, как бы мы сами разберемся. И так было постоянно там кап, кап, кап. Зачем мамину стало нужно было разъедать ваши отношения? Я считаю, что она хотела меня предостеречь от того, чтобы мужа не увели, допустим. Она подозревала, что он изменяет мне. А это было не правда. Какие должны были бы ваши действия? Запретить ему ходить на рыбалку или что? Ну, да. Вот видите, как мама вас предупреждала, и мама боялась, что у него кто-то появится, а появился у вас. У меня, очень быстро, да. Она уже вот именно готова. Она готова, мне кажется, отказаться от подруг и всего вот сегодня. Дома ждать с борщами. Да, конечно. Мне кажется, кстати, она, да. И вот появился в вашей жизни красивый, молодой. Красивый, да, молодой. Муж легко отпустил? Нет, очень легко. Боролся за вас. Ну, он вымаливал у меня прощение, он говорил, что он изменится, сделает все для меня, ну, как бы, но уже я думала, что он там скажет, ладно, Танюш, ну, будет, буду учиться, будем мы с тобой. Да ладно, вам уже было, даже если бы он вдруг стал Ломоносовым по щучьему велению, у вас уже друг другое манило, другие запахи, другие ощущения, другие впечатления от другого мужчины. Ну, может быть. Когда будешь танцевать, ты не забудь его понюхать. Понюхать? Ну, ты меня поняла. И он оказался кем? Проходимцем? Гулякой? Да, гулякой, к сожалению. А официально звал вас замуж? Нет. Сколько вы с ним прожили? Пять лет. И ребенка он не хотел от вас? Нет. После этого ваш муж не ждал, не хотел? Нет. Ну, немножко не его, ну, сто процентов, ему поярче нужно. Поживее. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Что вы выбираете? Семейная тайна. Я в 90-е годы, когда мне там было 16 лет, я у мамы брала вещи без спроса, скажем так, и перешивала их на себя. Да, причем это были ли дикие такие, извините, переделки, то есть я ходила как индейец. Вот, но самое печальное было, конечно, с обувью, потому что у меня мама гораздо выше меня и носит 41 размер ноги. И вот я брала у нее эту обувь и, извините, набивала нас с Иватой и ходила по городу, вот в таком виде. Ну и что? Ну и все девочки так поступают? Ну не знаю. А я у мамы, когда была маленькая, взяла единственное платье из скрип-дышина в ландышах, как сегодня помню, и просто положила его вот так вот, положила куклу на это платье и ножницами вырезала вот так вот по кукле. И сшила, и сижу. Мама приходит с работы, смотрит. И никогда в жизни этого не забуду. Она так посмотрела, говорит, доченька, у меня другого платья нет на выход. Не ругала ничего. И мне стало стыдно. Сколько лет прошло, я помню. Сюрприз теперь покажите. Спасибо. А я у мамы издушила, кстати, польские духи. Мелкая. Так вот, пшикала-пшикала. А у меня мама-то как бы, ну раньше все равно польские духи, их там не достанешь, или там кто-то привез там из-за границы, какой-то друг. Вот. И она как-то ее так, это, не душилась каждый день. И как-то на праздник стала доставать, смотрит, а там пусто. В нашем доме столько смеха, столько смеха и тепла. Ты приехал, ты приехал, значит, я не зря ждала. Голос твой счастливым эхом раздается там и тут. Ты приехал, ты приехал, и тебя всегда здесь ждут. Разлучница, разлука, у дома не крутись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Ну, Жака, фальшивец. С моим музыкальным слухом это невозможно слушать. Спасибо, дорогая. Проходите в комнату. Выглядите просто перфектно. Цветы не забудьте. Илья и Алена. Слушаю вас. Посмотрите, какая прямо вот куколка. Как кукола Барби, да? Барби только перезрела. Мне она понравилась, только единственное, что мне совершенно непонятны мотивы развода и всего прочего. И о ребенке ничего мы не слышали. Вот это мне немножко... Два лет родила рано. Соответственно, получается, как бы немножко вот эта вся семейная жизнь мимо нее прошла. И сейчас очень сложно понять, что Диме-то ждать. Мне очень понравился. То есть если он к тебе зайдет, ты его выберешь? Да, выйду. Голубоглазый такой. А вам как? Послушайте, давайте так. Я просто отвечу. Человек меняется, Дим. Человек меняется. В молодости он один, в зрелые годы другой. Это было сто лет назад. Вышла замуж за человека, которого знала буквально с детского сада. Потом переросла его. Я думаю, дело не только в высшем образовании. Она его эмоционально переросла. А как-то баба может мужика перерасти эмоционально? Ты что какой-то закрень говоришь? Что это такое? Он бабки зарабатывает, а ей делать нифига это. Свекровь помогает. Она сидит, развивается она. И в чем интеллект? У нее интеллект, как у канарейки. Уж извините, пожалуйста. Ничего себе. Почему это такая канарейка? Антарейка, почему канарейка такое сравнение странное? У меня никогда не было такой подружки. Роскошной блондинки. Нет, не в этом смысле. Не в смысле внешности. А просто вот по такому характеру и с такой судьбой, скажем так. А вот в смысле внешности, я скажу коротко очень. Если бы я встретил ее на улице или где-то в кафе, то я обязательно бы попробовал с ней познакомиться. Тамар. Татьяна Рак. И Ракам действительно свойственна вот эта детскость и романтичность. Сатурн здесь еще близко к Солнцу, поэтому это человек и серьезный, и в то же время детский. Вы знаете, вот две таких природы. Мне тоже нравится ее наряд, потому что он соответствует ее настроению, ее характеру и ей подходит. Со второй невестой знакомьтесь. Проходите. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Хорошо, Ирина. С первого взгляда вы мне не понравились, но с каждой минуты ваша харизма меня очаровала. Хорошо, не волнуйтесь. Спасибо. Ирина, 43 года. Владелица сети ресторанов. Увлекается йогой, путешествиями и спортом. Гордится своими детьми. Предупреждает, что в порыве гнева кидается острыми предметами. Признается, что никогда даже не посмотрит в сторону мужчину с лишним весом. Первый муж Ирины был бандитом, а второй буддистом. Надеется, что Дмитрий настоящий мужчина. Здравствуйте. Интересно. Первый бандит, второй буддист. Вот для полного комплекта кого сейчас не хватает? За кем пришли? Вот за таким идеалистом, как Дмитрий? За умным. А это умно, сразу сказать? Ну, типа ты еще, как бы, помягче. Вот, ладно, я сегодня буду из мира животных. Типа ты козел, но мне нравишься. Я не говорила, что козел. Я сказала... Это так слышится. Нет. Я сказала, что с первого взгляда человек мне не понравился. Но харизма его очаровала. Умно ли так говорить? Почему нет? Это честно. Вот она интересная, мне кажется. Для него? Нет. Они подавят друг друга. Ну, давайте про бандита. Про первого. Честно? Честно. Ну, ошибка молодости с бандитом. Ну, за что тут вы полюбили его? Ну, это были 90-е годы. Это было интересно, харизматично. Тогда это было романтично, я бы сказала. Ну, конечно, романтика быстро закончилась. Ну, замуж за него вышли? Да, вышли. И ребенка даже родили. И ребенка родила сына. Посадили его, что ли? Или убили? Исчез. Без вести пропал. Мне кажется, что она высокомерная очень. Да. Или мы так накрасили, может быть, мы их сделаем. Не знаю. Мне кажется, да, она такая. Воскомерная. Вослуги вокруг нее. Надо сейчас внимательно послушать, чтобы понять. А второго вот это, Хари-Хари, Кришна-Кришна. Хари-Хари это было... Просветленного. Где вы такого нашли? Конечно, после таких романтических, бандитских историй захотелось что-то поглубже. Практически без полого. Да, на самом деле так и было. Но впечатлял, впечатлял его. Ну чем? Вот он ходил как дурачок. Где вы жили в то время? Нет, он на самом деле не как дурачок был. А где вы жили? Мне нравилось его. Жили где? В Москве. Он работал. В Москве. Это вот не они в оранжевых одеждах по Арбату-то ходили все с тайками? Кришна-Кришна, это буддист, это же другое. А, то есть он не Кришна-Ид. Нет, он буддист. А, тогда это большая разница. Он был Кришна-Ид. Вот, Тамарочка. Да, Кришна-Ид. Он не имеет отношения к буддизму, причем к буддисту и Кришна-Ид. Но он же потом искал себя во всех... Через буддист? Да, и в религиях. Ну, судя по тому, что он обратил внимание на вас, на женщину, не из своей стаи, с ребенком, и жил с вами вполне человеческой половой жизнью, а у них же там первый принцип воздержания только для деторождения, да? А поскольку они вегетарианцы и себя вымучивают всякими глупыми... Совершенно верно. Да, у них энергия остается... Только в тот момент, когда он встретил меня, он уже разочаровался в Кришна-Идстве, в таком вот прям служении. То есть вегетарианство осталось, остались поиски, самокопание. Это оттуда, после вот такого худосочного Кришна-Ида у вас отвращение к телесным мужчинам? Вы сказали, ни в коем случае только, чтобы лишней жиринки в нем не было. Мне нравятся стройные, подтянутые мужчины. Мне не нравятся жирные, распущенные мужчины. Нет, он не худой. Почему не худой? Он худой, ему надо просто пойти в спортзал и немножко привести себя в форму, скажем так. Он для меня не худой, он стройный, подтянутый. Как развивались отношения будут с Кришна-Идом, с вашим, с буддистом? Мы прожили 10 лет. Не родили никого? Родили. Через 6 лет я родила дочку Алису. Вашему терпению можно позавидовать, потому что в вашем доме с самого начала практически не все гладко складывалось. Он был и ленив, и не работал, и не приносил. Сначала он работал. Когда мы переехали в Крым из Москвы строить свой бизнес ресторанный... А вы, надо сказать, ему ведь дарили и какие-то палатки, да, чтобы... Я не дарила, я призывала его к ответственности. Поставь его генеральным директором. Совершенно верно. А он все равно на диване лежит, и ничего он делать не хочет. Ну, так оно ему на кой? А он утреннюю рагу, да, с утра? Ну, в конце концов, даже раги прекратились. Прекратились? И мясо начал есть, и во всем разочаровался, и все у него есть, и ничего ему больше не хочется. А вы бы с ним сексом побольше бы занимались бы, а глядишь бы он это... А что, он аж как для мужчины радостно. Если он вегетарианец. И он мясо уже стал есть. Если я с ним занимаюсь много сексом, это не значит, что он будет больше... Абсолютно. А я хочу посмотреть, что вы заработали. А если бы еще и вы ничего не делали, вы бы пошли по меру. Совершенно верно. Мне кажется, она за мужчинами идет. То есть, знаете, такая душечка, которая растворяется в своем мужчине. А я хочу посмотреть, что вы, собственно говоря, успели заработать. Тут либо мужчины, либо деньги. Мы попадаем в мою квартиру. О! Из прихожей мы попадаем в гостиную. А это ваш квартира, да? Это мой дом, да. А, дом? Гостиная у нас. А большой дом? Камин. Ирина, где вы? Мы греемся возле него длинными зимними вечерами. Морска, это где? В Крыму. Это Крым, это 70 километров от Ефатория. На самом берегу. Шкаф, место, обалдеть. Тут мы смотрим кино. Это моя кухня. Тут я готовлю вкусняшки своим детям и друзьям. Это наше денежное дерево. Из гостиной по этой лестнице мы попадаем на второй этаж. Это ваш дом. На втором этаже. Не делили ни с кем, не... Это мой дом. Моя спальня. То есть никто не будет претендовать? Это моя спальня. Ну, детям наследство оставили. А здесь школа-то нашей принцессы. Моей дочери. А это моя работа. А это что? А, это работа ваша? Ваш ресторан. Да. Собственность или аренда? Собственность. Потрясающе. Послушай, Ирина, я вас настолько понимаю. Иметь такой бизнес, иметь такой дом, двоих детей. Конечно, вам вот этот лежачий Кришнаид был нужен 300 лет в обед. Мне кажется, что он ее выберет. Я так думаю. Причем они подходят. И как бы по характерам. И у него глаза горят. Да, да, да. Она ему понравилась. Ирина, такой маленький такой вопрос. Показывали, потому что кухню, да, что вы готовите. Или я правильно сказал. Мы первую жену не касались совершенно, с которой я прожил 10 лет. Она была тоже хозяйкой ресторана. И не скажу, что вы вместе похожи как-то немножко. Но тем не менее, когда она стала работать в ресторане, она перестала готовить дома совсем. То есть вся еда была ресторанская. Вы сами это что-то готовите дома? Ну, я не просто готовлю. Я разрабатываю все меню и все технологии. Технологические карты вы составляете? Я составляю. Но скажу, скажу, что... Да, дома я готовлю редко. Ну, вот это то, что... Но с любовью. Но готовлю. Но готовлю. Но готовлю, готовлю с любовью. Так, слушай, это принципиально. Вы боитесь умных женщин успешных? Вот вам вопрос. Понимаете, вот сейчас где-то сидит моя бывшая жена и говорит, я не в ваш случае, я ни в коем случае не провожу параллель. И она говорит, я богатая и успешная, у меня там свою эстренту. А это откуда у нее взялось-то? Это она ничем... Она сама для этого... Ой, какой вы обиженный мужчина. С вашими шестью образованиями и с вашим интересом. Вы просто обиженный мужчина, и вам не нравится... Вы помогли своей жене, да? ...успешная, сильная женщина. У вас такая обида, пока вы не переживете ее с вашей последней женой. Я это не скрываю, у меня сильная обида. У меня сильная обида. Страшная обида сидит в сердце. Страшная обида не пройдет, вся эта будет обида выливаться... На кого-то постороннего, возможно. Возможно, вы Лариса правы, понимаете? Да, у вас осталось два бонуса, свидание наедине и скелет в шкаф. Я это понимаю. Чтобы с этой своей обидой, как вы правильно и справедливо все говорите, от нее избавиться, нужно перейти на другое качество. И для этого я сюда и приехал. Я же не думал, Лариса, что вы меня так начнете размазывать. Я пришел к вам... Не размазывай, да на тебя! Размазывает! Ну кто? Ну в чем? Ну, Дмитрий, ну... Ну хорошо, может, я резко сказал. От вас, конечно, я все стерплю. Но все-таки, вы поймите... Смотрите, скажите, в чем? Давайте так, тогда прям по существу. Вот по пунктам, давайте. Мои несправедливые вопросы по отношению к вам или вы... Я с тем и говорю, ведь это же обидно слушать правду от красивой и умной женщины, понимаете? Которую вы там столько лет боготворили, а она тебе в прилицо хлоп-хлоп. Ты такой-то такой, по попе схлестала, и что сейчас? Нет, я только то, что по вашей жизни, моего здесь пока, собственно, я еще и... А по попе это хорошо. Не говорила. Но от обиды рождаются боления. Нельзя обижаться. Да. Страмы, самое страшное. Самое страшное в жизни это обижаться, причем очень долго. Обиды. У вас два бонуса. Свидание на денье и скелет в шкафу. Вот не поверю, что прямо там страшный скелет, но скелетик, если есть, то... Что вы хотите узнать? А я их ненавижу, эти скелеты. Прямо терпеть не могу, потому что вы мне очень нравитесь. Молодец. Не меняйтесь. Статья 7, 27 УК РФ. Что это за статья такая? Стырила. Что стырила, детка? Краску в магазине. Какую? Дизайнерскую. 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 При этом... А сколько лет было-то? Ой, стыдно. Стыдно. Но сколько? Было это 10 лет назад. Мои девочки. Вы так бедствовали? Не бедствовала. Клиптоманка. Ни разу. Не клиптоманка. Стояла краска дизайнерская. При этом оборот на карте был сумасшедший. Не знаю, что меня дернуло. В общем, стыдно украла я эту краску. Накупила, да, кучу еще других вещей, которых не увезла. И на следующий день приехала за этими невывезенным товаром. И, конечно, на камерах меня увидели. Большего позора в жизни я никогда не переживала. Я не знаю, как... Но не был суд или штраф? Да никакого суда, конечно, не было. Я заплатила в десятикратном размере за эту краску. Но какой был ужасный стыд. Вы не представляете. Представляю. Вот то, что сейчас рассказала. Молодец. И избавилась от этого. Спасибо вам. Вы совершенно очаровательная. И вы достойны большого счастья женского. У вас для этого все есть. Спасибо. Дорогая моя, сюрприз покажите. Я бы, если честно, потенциальному бы жениху такое не рассказывала, кстати. Я бы рассказала. Это уже... А зачем скрывать? Нет, но это уже, когда уже такие отношения, как-то можно поделиться. Не знаю, но не на первом свидании. Чего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Иногда мне кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать мне, что ли, теперь? А какая я была резвая. Такая ли я теперь? Я жила, ни о чем не тужила. Точно птичка-то воля. Маменька во мне души не чаяла. Наряжала, как куклу. Работой не нагружала. Что бывало хочу, то и делаю. А знаешь, как я жила в девушках? Встану, бывало, рано. Коли летом, пойду на крючок. Умоюсь, принесу с собой водицы. И все-все цветы в доме полью. А цветов у меня было много-много. А какие мне снились сны. Какие сны. Здорово, как читает. Красивый стих. Облака на заднем фоне. Очень артистично. Что со мной? Не спится мне. Все мерещится шепот какой-то. Кто-то так ласково говорит со мной. Точно голубь воркует. Уж не снятся мне, как прежде, райские горы да деревья. А будто кто-то говорит со мной. И обнимает меня так горячо-горячо. И ведет за собой куда-то. А я иду за ним. Иду. Спасибо, дорогая. Спасибо. Берите цветочки. Прекрасная Ирина. А мне кажется, очень символично. Прочитала. Вот как мне было до этого хорошо, а вот как я тебя сейчас встречу, вот хоть бы с этого и сиганом. Илья, Алена. Мне очень понравилась Ирина. Очень понравилась. Она самостоятельная, сама себя сделала. У нее все хорошо. И потом она, вот если касается Димы, конечно, в нашем случае, она достаточно терпеливая, потому что жизнь была непростая. Мужчины встречались особо. И она ведь все сделала для своего мужчины. Ну, сколько она потеряла на этого своего бедуина, блин, с которым она жила столько лет. А, так вообще, кому будете ревновать? Как все, Дмитрий? Подзадавили его слегка. У нас нервничался. Дим, ты что расстроился? Вообще надо бы держать удар. Ты же не просто так. Москва слезам не верит. А то ты что-то прям совсем растекся-то. Давай, распрями плечики-то. Ну, в конце концов, понимаете, я ведь могу выслушать вас и сделать по-своему. А вы так и сделаете. Мы же бабоньки. Понимаешь, у нас как это... Длинные коса, короткие. Ну, а вы там что говорили? Ну-ка, ну-ка. Конечно. Как вы нас там называли? Да. У нас и были такие случаи. Я думаю, что Ирина, конечно, близнец. Причем немного нетипичный, потому что Сатурн в близнецах. И это человек, с одной стороны, такого вот легкого очень типа. А когда у нее дыры? 9 июня. А с другой стороны, наоборот, это человек, который очень требователен. Она вот не будет лежать, но и в этом-то ее беда. Потому что мужчины зачастую, видя, как она вкалывает, расслабляются и встают за ее спиной, как за спиной мужика. Все-таки я считаю, что тебе нужен сильный, более сильный мужчина, уверенный в себе. Уверен, чтобы он был сильнее тебя. Нужно идти на уступки друг к другу. Только в этом случае вот два таких сильных человека, как вы, будете счастливы. А вы можете быть счастливы, потому что для вас важен брак для перемен и переворотов в жизни, для обновления. А для нее важна работа для обновления перемен и переворотов. У вас есть еще одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Ванда. Я буду очень рада пообщаться. Я тоже. Спасибо. Спасибо. Ванда. 39 лет. Специалист по рекламе в издательском доме. Гордится тем, что купила квартиру в Москве. Признается, что бывает обидчивой и страдает частой сменой настроения. Потеряв престижную работу, ее возлюбленный из успешного интеллектуала превратился в настоящего алкоголика. Ванда надеется, что Дмитрий умеет достойно справляться с трудностями. Здравствуйте, Ванда. Здравствуйте, Лариса. Ну, красавица. Спасибо. Лариса, я очень рада оказаться в вашей компании. И у нас, естественно, раз мы пришли в гости, то мы пришли не с пустыми руками. Ласковый теленок, двух маток сосет из этой серии. Дорогая моя, расскажите свою историю любви. Ой, история была действительно любви. Это была любовь с первого взгляда, когда я встретила своего будущего гражданского мужа. До ЗАГСа мы так и не дошли. У вас была интересная такая история знакомств. Очень интересная. Сидите вы себе в кафе, потягиваете кофеечек в Питере, да, на берегу залива. Да, когда это все было, когда я жила в Петербурге, да. Когда нам принес официант меню, вот, он предложил выбрать меня десерт, и я как-то засомневалась, так, я же вроде приличная девушка, надо подешевле. И когда он это все увидел, то есть он просто сказал официанту принести все в меню. Все десерты, которые были в меню. Это было так красиво. Мы же девочки, мы любим такие жесты. Конечно. Для любой девушки это, конечно, приятно. Красивая очень. Только, по-моему, с губами перебор. Я вообще предвзято отношусь, конечно, очень. Нет, вот когда в меру великолепно. Может, у нее свои губы? Я не думаю. Хорошо с ним зажили. Вот эти жесты его красивые продолжались, или он был один-единственный такой? Нет, у него красивые жесты продолжались, но они стали более какие-то личностные. Допустим, он мог меня встретить не с букетом, а встретить с перчаткой, потому что увидел, что, я думаю, забыла перчатки. Ну, это же еще круче. Вот я и говорю, то есть это круче. Ну, так а что тогда не хватило-то в отношениях? Произошла проблема с тем, что он потерял работу в кризис. Так как он работал топ-менеджером, то, конечно, он стал искать себе соответствующую работу. Это было очень трудно, и когда неудача за неудачей... К рюмочке пристрастился? Да, да. То есть он, конечно, сдал в этом плане. А вы попытались его расслабить и сказать, любимая, для чего здесь рядом? Ну, конечно. Всякое в жизни бывает. Ты еще встанешь на ноги, тебе все получится. А ну-ка, давай, завязывай-ка. Что это ты пьешь? С ума, что ли, сошел? Не-не-не-не. Так и было. Это было, к сожалению, на протяжении пяти лет. Ну, мужчины часто так происходят. Когда они теряют работу, они часто начинают увлекаться алкоголем. И не только. И при этом он замуж вас не особо торопился звать, да? Ну, почему у нас были разговоры, как вот вы говорите, что там через год уже можно сказать, настолько родной человек, что я понюхаю, как в ЗАГС сходим. Так, в принципе, и было. Но как-то мы не доходили. У нас с ней много общего. Да, у вас похожая история, что тоже мужчина не хотел работать. Она его пыталась, пыталась, видишь, расшевелить как-то. И работать не хотел, и жениться не хотел. Я уехала из Петербурга после нашего окончательного расставания. А сейчас что у вас здесь? Сейчас у меня здесь работа. Квартиру имеется в виду? Спрашиваете, тоже снимаете? Или я все тюж свое? Нет, у меня квартира с Амкадом, но... Ваша? Да. Ну, неплохо. Какая разница? И у меня с Амкадом. У вас остался один бонус. Свидание наедине, и вы можете пообщаться с Вандой без нас. С удовольствием, с удовольствием. Проходите. А мы пирожные пока, да, попробуем? Давай. Сама делала? Ну, конечно, да. Пока. Дмитрий, я послушала, посмотрела. Мне действительно многие ваши слова импонируют. Мне стало интересно. Может быть, вы хотите что-то меня еще спросить? Что вы больше рассказываете, чем я? В принципе, да. Вы красивая, вы молодая. Девочки, вот вы сейчас посмотрели на Дмитрия. Вас что-то смущает? Будете отговаривать или нет? О, да. Он обиден. Вот, и я, например, мужчин обиженных и обидчивых просто не перевариваю. Надо. Вы на друзей-то посмотрите. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Стали бы они дружить с каким-нибудь этим нытиком бы. Мне нравится, что он серьезный. Вот такой нужен. Это он растерялся, это он обиделся, что Лариса его мочканула. Чем? 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 Да ты, тебе даже ногами и руками не надо. Ты же словом, как скажешь, так прямо аж припечатала. Да? Да. У него же он опустился, чуть-чуть не плачет. Да? И боится. Правда? Правда. Ну, видно, что он нервничает, но все равно, я не знаю. Тем более, ты для него царица, кумир. Да, я что должна делать? Давай, я со следующим женихом так буду. Что это, что она сказала? Лучше с ним еще успеешь, он же не умер еще. От обиды он еще не умер. Облазкать, как говорят, сказать, не права была. Типа ничего ты. Покаяться. Ладно. Ну, почему покаяться-то? Русь, ты главное как скажешь, так и сделаешь. Дмитрий, ну, сейчас это не все сюрпризы, которые были вначале. То есть это такие были сладкие презенты, а мой сюрприз впереди. И я бы хотела, чтобы этот сюрприз был медленный танец. Если не против. Я не против. Хорошо? Чудесно. Тогда пойдем за сюрпризом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня сестра младшая. Спасибо. Вот почему я все правильно. Спасибо большое. Девочки, замечательную свою подружку забирайте, цветочки, проходите в свою комнату. То есть она хочет сказать, что она за ним выйдет. Ты думаешь? Нет, не выйдет. Друзья мои, вам понравилась Ванда? Да, это вот. Вы же понимаете, что Дмитрий, когда женится, он в вашу компанию приведет женщину. Мне кажется, она бы абсолютно в вашу компанию, она бы влилась один в один. И стала бы вам подружкой, Ален. Ну, это видно. Ну, мне кажется, что Ванда, вот именно тот человек, который по уюту стасковался. Кстати, друзьям, ты понравилась больше всех. Ну, они так не сказали, но это видно. Ну, это видно, да. Тамарочка, мне Ванда понравилась. Красавица, умница. Ванда весы, но не очень мягкий и покладистый. Как раз это человек очень сильный. Я бы сказала, во многом отношение, к которому вы можете прийти, напомнит вам тоже прошлое. Одно из ваших связей. Потому что я думаю, что, в принципе, вы это уже увидели. Но у вас есть очень хорошее внутреннее взаимопонимание. У вас могут быть одни цели для преуспеяния. Вы одинаково чувствуете, одинаково мыслите. То есть, вот, так сказать, очень много совпадений именно для душевного равновесия. У меня сейчас такое, та-да-да-да, интрига. Что же будет? Хотя я, в принципе, уже процентов на 90 уверена, что будет, но всё равно. Алёна, слушаю вас и Илью. Тут редкий случай, когда единения вот у нас нет. Поэтому, интересно, вы за кого? Я за Ванду, Алёна, за Илью. Мне очень Ирина понравилась. Ну, объективно, с Вандой ему будет проще. Ну, если Дима у нас считает... А мне нравится, когда мужчина, вот прям по-мужски, чтобы все правила были. Жена всё-таки прилюбляется к мужу. Вот если вы себя считаете царём зверей, да, то женщину надо брать из своего прайда, так называемая. Сильную, похожую на вас. Только Ирочка. Видишь, только Ирочка. Ну, пусть становится царём зверей, если у него потенциал есть. Я же только за. Все три женщины, которые пришли, они напоминают ваше прошлое. То есть, каждая из них, как бы, это отголосок прожитого когда-то брака отношений. И вы знаете, это, наверное, для того, чтобы улучшить карму. Вернувшись к чему-то, вот к одному из этих вариантов, вы снова его проживёте. Но для того, чтобы вырасти из него и перейти на другой уровень, то, чего вы, собственно говоря, и хотите. Поэтому в данном случае выбор только за вами. Какую из историй, напоминающую прошлое... А мы в любом случае вас поддержим, к кому бы ни пошли. Поэтому, Дмитрий, проходите. Первая невеста, вторая и третья. В любом случае, мы на вашей стороне. Если вы, например, устроили какой-то ужин, решили поесть смертельно опасную консерву. То это одна история. Потому что она умерла в течение пяти минут. Ааа, убирайся на пиццу! Ааа, мамочка! Я предлагаю всем выйти поддержать Дмитрия. Я вам рада. Честно? Честно. Я тоже очень рад. Хотел поцеловать, но понял, что пока рано. Ну, Ирина, ну что? Смотри, я как бы это... Я пойду. Ты мой? Нет, с вами. Пойдем. У нас есть пара Дмитрий и Ирина. Примите в подарок очень вкусные конфеты «Золотой степ» от кондитерской фабрики «Славянка». Их вкус заряжает энергией, придает сил на весь день. «Славянка» — родное, любимое, вкусное. Если вы одинокий или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Рада за вас. Очень рада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова